Вот и пришло время прокачивать танки. Всем привет, с вами Гофыч. Сегодня будет довольно легендарное видео. Сейчас я буду прокачивать танки. Ура! Вы ждали этого очень и очень долго. Немецкий танк, П-35. Я на нем поиграл. Накопил, не знаю, как, конечно, это все работает, но накопил свободный опыт. Сейчас мы будем прокачиваться. Давайте же купим пушку третьего уровня. А что она нам дает? Скорострельность, урон. Мне сказали переключить вот так. Так более понятно. Ну, не знаю. Тут, по крайней мере, как по мне, все наглядно. Типа урон плюс 5, скорострельность 0.2. Как бы все шикарно. Ну, давайте. Будем сейчас исследовать, потом почитаем характеристики. Танк ПЗ-3. Скажу я вам по своему, так сказать, опыту, довольно противная вещь. Потому что если стрелять ему куда-то вперед, в лицо, в корпус, довольно-таки, довольно-таки, я вам скажу, тяжеловато его пробить. Ну, вы скажете, ты че, его ли изи можно пробить? Но, по своему опыту скажу, тяжеловато. Конечно, в спину его пробивать легко. Давайте его качаем третьего уровня танк. Все. Он крутой. Исследование. Задача выполнена. Купить 6 тысяч золота. Ой, золота, говорю. Серебра. Или как оно? Кредиты здесь называются. Все. Все. Я его приобрел. Ура. Доступен новый тип снарядов. Ну, это я попозже буду изучать. А пока что мы просто идем прокачивать. Идем прокачивать танк. Что нам тут дает? Дает скорость, вращение и так далее. Ну, сейчас будем все исследовать. Так как опыт у нас есть. А-а-а. А-а-а. Вот че. Я сейчас свободный трачу. То есть мне нужно наиграть, а потом качать. В принципе, есть. Давайте я попробую прокачать танк четвертого уровня для разнообразия. И протестируем, так сказать. И то, и другое. А я че-то не понял. Надеюсь, свободный опыт мне будет копиться. И я не сделал какую-то глупую ошибку. Но вот эту херню я не буду качать. Как по мне, довольно-таки против... Ну, как говорится, вещь противная. Урон хороший, но бесполезный. Лучше я вкачаю все-таки ПЗ-4 Д. Он, как по мне, более интереснее, что ли, выглядит. Хотя у него ничего особенно-то и не меняется. Но, в принципе, он довольно-таки хорош, как по мне. Все. Оставляем тогда... Оставляем тогда почти 3000 свободного опыта. Качать я больше ничего не буду. У меня уже офигеть. Тут танков сколько. Это хорошо. Что у меня там дальше идет по ветке? ПЗ-4 Г и Леопард. Мне, скорее всего, нужно качать ветку Леопарда. Потом здесь. Потом, получается, идем мы вроде бы ниже. И где-то тут мы должны на Е-100. На Е-100 вроде бы вот это. Леопард. Леопард. Подожди. А Е-100 где? Покажи мне все танки, пожалуйста. Покажи мне все танки. Или неужели надо через верхнюю идти? Потом вот сюда. Тигр. Тигр. Е-75. Е-100. Да, вот. Надо не забыть про эту ветку и качать ее. У нас тут вылезли всякие исследования. Давайте мы заберем. Также я еще начал исследовать оборудование. Мне подсказали. И довольно-таки офигенная, я вам скажу, вещь. Прокачиваешь тут все. И у тебя танк становится хоть чуть-чуть, но круче. Также вы мне еще сказали подкалиберные. А это что? Золото, да? Ага, это я понял. А, нифига. Мне можно бесплатно что ли их брать? Вау. Шикарно. Смотрите, подкалиберные. А, не надо. Не хочу. Не хочу, алло. Да я не хочу покупать. Ну, 50 целых. Что поменять надо? Блин, ну не хочу и покупать. У меня уже 1300. Они мне покупать предлагают. Я понимаю, конечно, я на халяву получаю. Но я хочу побольше сэкономить. Интересно. А если я перезайду в игру? И смогу ли я, смогу ли я, блин, поменять местами? Потому что мне сказали, здесь видите, серебро есть. И можно серебро, как бы, местами поменять и покупать за серебро. Окей, тогда одну секунду. Все, ребят, я обошел систему. Теперь я могу менять, менять вот эту всю фигню. Ну, и давайте, я не знаю, наверное, 50 оставлю. Я даже не знаю, сколько. До 22 таких. 17 тысяч. Офигеть. Отчего так дорого? А если чуть поменьше? Хотя бы, ну, не знаю, штук. Штук, я не знаю, наверное, штук 10 я оставлю. 8 тысяч. Блин. 90-70. Ну, блин, дорого, как по мне. Ну, хотя у меня есть ресурсы. Ну, давайте так оставим, если что, посмотрим. Просто я не знаю, как по мне, дороговато все это выходит. Тут я все закупил. Давайте сразу сейчас 4 уровня танк мы снарядим. Все, делаем то же самое, потому что, потому что, я так думаю, лучше будет. Тогда танк 3 уровня, давайте пошлите поиграем, протестируем его. Ну, и вот, в принципе, вот такой у меня теперь аппарат. Ну, я, кстати, такой в Call of Duty танк видел. Он прям очень и очень похож. Мы еще сюда газку добавим. Ну, кстати, едет бодренько, как по мне. 5.8 перезарядка. В целом тоже неплохо. Мне, в принципе, это даже нравится. Блин, ну, такой, как кажется, грозный уже противник. И, как по мне, немецкие танки, они какие-то вот грозные. Прям вот, прям вот танки-танки. По сравнению, например, с танками какой-нибудь Франции, там, советскими танками. Блин, они какие-то, ну, честно вам сказать, честно вам сказать, они какие-то смешные, что ли. Я даже не знаю. 68. Блин, потом я больше что-то нанес. Мне минус 70 дали. Давайте отъезжаем. Добьем вот этого. Броня не пробита. Б1. Ох ты ж, по нам стреляет круизер вот этот. Минус 86. Офигеть, а что он картонный какой-то, что ли? Я знал, конечно, что он довольно-таки легко пробивается. Минус 77. Ага. Не стреляй по мне. Минус 94. Ты чё, зараза? Минус 78. Давайте мы уедем. Вы выйдешь на меня? Ну, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, мой хороший. Ну, выйди на меня, пожалуйста. Ах ты ещё. А кто по мне? Рикошетом. Мне в спину стреляют, зараза. Да, блин. Ай, зараза. Ну, со всех сторон. Что с моими тиммейтами не так? Что с моими тиммейтами не так? Я, блин, стреляюсь, а по мне три танка стреляют. Ну, и вот. К сожалению, у нас всех разбомбили. Конечно, блин. Если бы не мои тиммейты, было всё шикарно. Вот, мне кажется, по-любому с ботами какими-нибудь играл. Что-то не повезло мне с командой. Может, я, конечно, рак. Но я пытался. Я пытался. Меня просто с трёх сторон разбили, зараза такие. Поехали. Второй у нас бой. На нашем. Ну, блин, мне его вид нравится. Он такой, знаете, какой-то грозный. Прям вот ты смотришь на него. Если смотреть вот на эти круизёры, вот эти, они... Да дай проехать, ты, ёпросоте, дурень. Они какие-то такие непонятные. Вот даже вот на БТ-2 они тоже, ну, говорю, какие-то не очень интересные. Какого-то, так сказать, нету стиля. У нас вон ещё наш танчик едет. 84. Гусеница. Ну, я так понимаю, 80 плюс у нас урона вылетает. Это максимум. Хорошо. Не вижу я танк. Надо объехать и увидеть его. 87. Нормально. Где-то нам в спину стреляют. 94. Давайте попробуем использовать наши топовые снаряды, которые максимум пробития делают. 77. Ну, пойдёт. Давайте ещё разочек выстрелим. 88. Ну, бодро летят, кстати. У них по урону пробития горят хорошо. Идёт. 69. Или 44 мой был. Чё-то не понял. Чё-то не понял по выстрелу. 87. Ну, пока что чё-то... Какой-то большой разницы я по урону не понял. Ну, тут у нас победа. Это мне нравится. 84. По мне, кстати, походу не одно... А, нет. По мне стреляют вроде. По мне вроде бы стреляют, но... Враг не пробил. 135. 35 не пробитый. Это хорошо. 79. 1000 уже урона. Хорошо. Мне это нравится. Уничтожили. Поехали. Добьём ПЗ-35. Танчик, который, в принципе, был у меня. Минус 77 урона. Ой, шикарно. 1200. 1200 хп снёс. За бой. Ну, нормально, кстати. В принципе, в принципе, мне кажется, лучше всякие вот такие французские танки пробивать. Вот, например, вот этот гусеничный какой-то там... Не помню, как его название. Вот его лучше всего пробивать. Вот этими, так сказать, золотыми снарядами. Ну, пока что всё неплохо. Хорошо. У меня больше всех урона. Понятное дело. Я там за всех отдувался. Ну, хорошо. И давайте же сейчас протестируем наш ПЗ-4Д. Вроде бы жёсткий танчик. Прям, ну, такое грозное, я вам скажу. Давайте же посмотрим, что он из себя вообще представляет. Ну, и вот у нас, короче, пустыня. У нас пустыня. Всё хорошо. Наши мужики в той стороне. Блин, тут один наш этот танчик. Надо, короче, ехать к нашим. Потому что в соло, я понял, воевать вообще бессмысленно. Нужно держаться хотя бы парочке, парочке друзей, так сказать, со взвода. 76. Шикарно. Кстати, совведение довольно-таки противное. Я вот прям чувствую по самому танку то, что оно долговатое. Но урон, урон мне нравится. В принципе... Ах, ты ж, зараза, прикиньте, повернулся, повернулся. Минус 179 по мне дали. Не очень, конечно, это хорошо. 87. Да ты, ёбра, сатэ, мужики, не толкайтесь. 92. На меня тут стюарт нападает. 95. Не пробито. Хорошо. 98. Чё, опять не пробил, что ли? Уничтожен. Стюарт, добей. Сейчас ещё одного добью. Нормально. У нас остаётся 3 на 3. Возьмём мы золотые. 34. А, я фугас взял. Ой, я дурак. А зачем я фугас-то взял? Я чё-то подумал одно, а в итоге... Другое получилось. Ну давай, выйди, выйди. 74. Хорошо. Надо вот эту... А, его уничтожили. Хорошо. Золотые снаряды. Всё, у нас тут... А, мы 2 в 2 остались. Ай-яй-яй, пуля улетела. Не душите. БТ-7 стоит. У меня хп мало. Ну блин, сведение долго. Я не вижу. Я плохо вижу его. Вот типа я вижу то, что он уже вылазит. Но из-за какого-то сведения мне неудобно немножко. Вроде бы тащили-тащили, но в итоге что-то как-то нас разобрали. 747 урона я дал, значит, да? Ну, блин, наши быстро умерли. Ну да, кстати, наши что-то ни о чём. Смотрите, мы набили вдвоём, получается, полторы тысячи. А у них 2 челика, считайте, первое-второе место набили две тысячи. Да и вот тут, блин, 4 челика набили больше 700. А мы вот только вдвоём еле-еле что-то постреляли. Как говорится, еле-еле душа в теле. Что-то как-то, ну, не очень, на самом деле, получилось. Давайте ещё бой, попробуем исправить, так сказать, наше поражение. Потому что нам нужны победы. Опять не пробил. 6 хп у меня остаётся. Ну да, и тут я промазал. В итоге меня уничтожат сейчас, да? 96. Отскочило. Ну, хотя бы я успел добить. Ну, вот опять. Конечно, да, я рак. Я понимаю то, что я рак ещё тот. Но, блин, что с моими тиммейтами не так? Почему они, зараза, все умирают так быстро? Конечно, я вроде что-то пытаюсь, но вот опять. Смотрите. Один танк меня рашит. И ещё толпа танков стреляет по мне издалека. Ну, вот как это, отстреливать? Я пока что не понимаю. Я же не киберкотлета какая-то, чтобы прям воевать с ними. Там, один против пятерых, грубо говоря. Я не умею так ещё. Броня не пробита. Окей. Да давай золотыми стреляться. 70, 135, 70, 129. Три хп осталось буквально. Опять 77. Ну и вот. И как я с этим... Как я с этим должен стреляться, зараза? Ну, не понимаю я. Вот он полностью... У него лицо бронированное. Куда я ему стрелять должен? Убежать? Смысла... Смысла я не вижу. Убегать куда-то. Но танки, танки, зараза, вот, душат. По чё он стоит? По кому он стреляет? Он не попадает ни по кому. Вот это тоже стоит. Тут тоже опять поражение. Пока что надо учиться. Тяжеловато вроде. Мне такое чувство казалось, как будто на гризли более-менее как-то легче играется. А тут я чувствую какой-то дискомфорт. Хотя, в принципе, по хп и так далее всё одно и то же. А на этом, я думаю, буду заканчивать. Пошёл я задротить, копить опыт. А в следующей серии мы уже продолжим прокачивать танки. Я сейчас на них поиграю. Ну и для вас будет небольшой бонус. А на этом всё. С вами был Гофич. Увидимся в следующих видео. Удачных боёв вам. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok